Вот он, прекрасный голос. Спасибо большое тебе, робот. Рад вас всех приветствовать еще раз. Зовут меня Монахов Павел Сергеевич. И сегодня у нас с вами семинар на тему основ работы в командной строке Linux. Это семинар, прямо скажу, для новичков, прям совсем зеленых-зеленых новичков, кто, может быть, слышал, что есть такой Linux, в глаза не видел, зачем это нужно, не знает. Если вы уже имеете какой-то опыт, вряд ли вы услышите что-то новое для себя, скажу честно. Рассчитано для новичков, совсем-совсем зеленых новичков. Вообще, для таких семинаров очень трудно придумывать тему. Давайте расскажем что-нибудь для новичков. С одной стороны, всегда хочется на семинарах рассказать что-то интересное, что можно применить практически, или какую-то хитрую вещь. Но новичок, он вряд ли поймет, что происходит, и для него будет сложно. В то же время, если рассказывать о каких-то очень простых вещах, то это будет вообще неинтересно. Всегда трудно найти этот баланс. Ну, попробуем. Возможно, получится. Как вы уже услышали, зовут меня Махов Павел Сергеевич. Можно просто Павел. Я в этом плане человек некритичный. Я сотрудник центра специалист. И свободное от основной работы время, по вечерам, по выходным, веду здесь курсы. И вообще, я изначально веду курсы по сетевым технологиям. И конкретно по оборудованию компании Cisco Systems. И как вы видите, большая часть сертификаций, представленных на слайде, они так или иначе связаны с компанией Cisco Systems. И вот где-то там, в самом низу, затесалось слово Linux, LPI, Linux, Essentials. Я действительно человек-практик. Я работаю на предприятии. А в выходные дни и по вечерам веду курсы и рассказываю о том, что происходит в сетях, как это настраивать, как сети устроены, как настраивать оборудование, как это совмещается с остальной деятельностью предприятия. Имею множество статусов, часть из них вы видите на экране. Я не очень люблю их перечитывать. Во-первых, их очень много. Они далеко не все влезли на экран. Конечно, менеджеры, они скажут, ну, конечно, ты скажи о себе, какой-то классный, вот у тебя эта сертификация, это, это. А я, вот знаете, я так не люблю эти вещи. Прям хочется чем-нибудь полезного сказать, а не перечислять свои супер-пупер статусы. Поэтому я не буду этого делать. Если вам интересно, кто я такой, и посмотреть сертификаты и проще, вот, пожалуйста. Заходите на сайт monahops.ru, там есть все, что вам нужно, а также самое главное, там, если что, есть контакты. Там есть личная почта, там есть Facebook, там есть каналы на YouTube. Заходите, изучайте, вот. И на этом я свою рекламу закончу. Вот такой я скромный человек. Так как мы с вами на семинаре от учебного центра специалист, наверное, стоит упомянуть, что учебный центр специалист это крупнейший учебный центр России и Восточной Европы. В этом году центру специалистов исполняется 29 лет. 30 уже, 29 сейчас, 30 исполнится. И из них 10 лет я работаю здесь. Правда, в разных качествах. Последние 7 лет в качестве преподавателя. У нас более миллиона выпускников, огромное количество корпоративных клиентов, прекраснейшие преподаватели. Да, спасибо, спасибо. Прекраснейшие преподаватели. И я вроде как в их число вхожу. Вот в это преподаватели-эксперты. Так меня называют. Огромный ассортимент курсов, в том числе как раз курсов по оборудованию ЦИСКа, ну и, собственно, по операционной системе Linux, о чем вы пришли сегодня послушать. У нас огромное количество преимуществ. Мы, в первую очередь, лицензированное учебное заведение, которое не просто может провести курсы, но и выдать вам документы об окончании сертификаты или дипломы о профессиональной переподготовке. То есть не просто вы сможете отучиться, а получить по этому подтверждение, так скажем. Есть у нас множество гарантий. Гарантии качества, гарантии результата. Все это вы видите на экране. И, посмотрев на мои сертификации, пару слайдов назад, где в основном ЦИСКа, вы, конечно, можете, наверное, задаться вопросом, а почему я, вроде как преподаватель сети и ЦИСКа, вдруг рассказываю вам про Linux? Ведь, вроде бы, наверное, есть другие преподаватели, которые занимаются только Linux. На работе постоянно приходится сталкиваться с Linux. Он, надо сказать, везде. Везде, где только можно. На серверах, в устройствах интернета вещей, в суперкомпьютерах. Он везде. Да, он пока еще, может быть, не дошел до рабочих станций. То есть он не стал полноценной заменой пока еще операционной системы Windows на обычной клиентской машине. Он пока еще не готов к этому. Но то, что он занял свою нишу во всем остальном, это очевидно. И, например, в сетях с помощью Linux мы разворачиваем разные сервисы для мониторинга, управления сетью, автоматизации работы сети, много-много чего. Множество решений на базе Linux, потому что Linux бесплатен. И все идет к тому, что Linux захватывает мир. И он все чаще требуется даже там, где раньше он никогда не требовался. Вот я, как сетевик, раньше не представлял, что мне Linux, в общем-то, особо в сетях пригодится. А нет. Нужно. И нужно постоянно всякие сервера мониторинга, управления сетью. Постоянно. А что же такое Linux? Может быть, вы слышали название, но не знаете, что это. Вообще, Linux – это название ядра операционной системы. Так называется именно ядро. Центральная часть любой операционной системы. А полностью операционная система называется вот так. GNU-DROP-Linux. Двойное название. Вторая часть названия Linux – это, собственно, ядро. А что такое GNU? А GNU – это набор свободного программного обеспечения, который содержит аналоги многих-многих команд, которые были в коммерческой операционной системе под названием Unix. Давным-давно, в 70-х годах, появилась операционная система Unix. Она была коммерческой, закрытой ее продавали. И многие, кто с ней работал, им нравился Unix. И они решили освободиться от гнета, так сказать, интеллектуальных прав и воссоздать все это с нуля, но бесплатно, открыто. История Linux, она связана с Unix, но надо сразу понимать, Linux – это не Unix, ни в коей мере. Linux – это нечто, созданное по подобию. Никакого отношения к первоначальной операционной системе Unix, кроме подобия, Linux не имеет. То есть это полностью самописная вещь, которая выглядит и ведет себя и пропагандирует те же принципы, что и Unix, но это не Unix. Unix, кстати, и Linux во многом связаны с развитием языков программирования и конкретно языка программирования C. Потому что, когда создавали первые Unix, в основном программировали на машинных кодах или на ассемблерах. А так как было множество архитектур процессоров, то перенос программного обеспечения на другую платформу, на другой процессор с другими инструкциями на ассемблере в машинных кодах был не особенно-то возможен. И поэтому тесно связана вся история развития с языком программирования C. Есть такой товарищ по имени Ричард Столман, такая культовая и очень известная фигура в мире открытого программного обеспечения. Ричард Столман был одним из разработчиков программного обеспечения для Unix, подобных систем. И вот в один прекрасный момент ему просто это все надоело, и он решил создать открытое программное обеспечение. Он уволился с работы, чтобы никто не мог ему задним числом предъявить права на его интеллектуальную собственность, на его открытое программное обеспечение. И он основал проект под названием GNU, что собственно расшифровывается как GNU Not Unix. То есть GNU это не Unix, рекурсивная аббревиатура. И он там стал писать программное обеспечение, которое было очень похоже на программное обеспечение Unix. То есть он писал такое прикладное ПО, системное программное обеспечение. Одна была проблема, у него не было ядра. Он подумал, ядро это несложно, ядро можно слепить потом. Самое главное перенести основные утилиты, чтобы было с чем работать. А ядро это делал такое, его раз-раз и нашлепал. Но годы шли, начиная с 83-го года, годы шли, шли, а что-то ядро так и не появлялось. То есть программы написали, а запускать их было негде. Пока в 91-м году энтузиаст, финский разработчик, программист Линус Торвальдс, финн, который учился в то время в Хельсинском университете, не подумал, как было бы хорошо иметь нечто Unix-подобное только на x86 совместимой платформе, на обычном IBM PC. И он начал по подобию это все создавать. Так и появилось будущее ядро, которое назвали Linux. Ричард Столман, который уже налепил множество программного обеспечения, увидел это ядро и подумал, вот пока мы свое собственное ядро не сделали, какое-нибудь суперкрутое, мы возьмем Linux, ну а потом перепрыгнем. Ну с тех пор он особо-то не перепрыгнул, и в итоге появилась операционная система, которая называется GNU-дробь Linux. GNU-дробь Linux. Как я уже сказал, исторически большинство программного обеспечения выпускалось под закрытой лицензией, вы могли пользоваться ПО, но не могли посмотреть исходные коды, соответственно не могли его изменять, и каждый раз на переделку требовались новые средства. И развитие GNU и Linux тесно связано с движением OpenSource ПО, и сейчас движение OpenSource очень популярно, когда вы можете видеть исходные коды, менять исходные коды под свои собственные нужды и так далее. В противовес многим закрытым продуктам, которые существуют, такие как, например, Microsoft Windows, macOS и так далее. Но часто мы слышим такое понятие как дистрибутив. То есть Linux это не единая операционная система. Linux это по сути ядро плюс основные утилиты GNU, а все остальное, а все остальное надо добавить самостоятельно. Чтобы не добавлять это самостоятельно, можно сделать, чтобы кто-то это сделал за вас. Пусть кто-то другой добавит за вас все необходимое, а вы просто будете готовеньким пользоваться. И так появляется понятие дистрибутива. Дистрибутива, да что это такое? Взяли ядро, взяли утилиты GNU, туда запихали что хочется, может быть даже какие-то там утилиты для управления графические. И вот он дистрибутив. Этих дистрибутивов тысячи. Полный список вы всегда можете посмотреть. Я оставил ссылочку на сайте distrowatch.com. Конечно есть популярные дистрибутивы, которые пережили не один десяток лет. Сейчас такие дистрибутивы популярны, это конечно же Ubuntu, Debian, Red Hat, Santos и некоторые другие. Но основа, основа работы в командной строке, она одинакова во всех дистрибутивах. Потому что используются стандартные вещи из комплекта GNU, а они везде одинаковы. Тогда, когда создавалась операционная система Linux, не были еще в ходу графические интерфейсы пользователей, да тогда и Microsoft Windows был в зачаточном состоянии со своим графическим интерфейсом. И хотя сейчас Linux обзавелся графическим интерфейсом, ну уже давно, и он порой может быть очень-очень-очень красивым, тем не менее, те, кто профессионально использует Linux, они обычно работают в командной строке. Как говорят, работают с интерфейсом командной строки CLI, Common Line Interface. Командная строка, конечно, по сравнению с графикой, имеет несколько больший порог вхождения. Там не так все интуитивно понятно, надо все-таки иметь некие базовые навыки работы. Но зато командная строка позволяет делать многие вещи проще, а главное, автоматизировать многие рутинный труд, который в графике сделать очень трудно или муторно. И поэтому, несмотря на обилие графических возможностей, тем не менее, большая часть администраторов, сетевых инженеров работает именно с командной строкой. Никто не запрещает вам работать в графике, но основная соль, она, конечно, в командной строке. И вот с командной строкой нам, в общем-то, и надо бы начать разбираться. И чего вообще состоит любое устройство? Любое устройство состоит из некой аппаратной части, хардвар, это всякие платы, процессоры, диски, сетевые платы, что угодно. Но с железом ни пользователи, ни администраторы напрямую не работают. Поэтому нам обязательно нужно ядро, кернель. Ядро – это такое низкоуровневое программное обеспечение, которое управляет аппаратурой, аппаратной частью, и позволяет запускать различные процессы и программу. Управляет процессами и пользователями. С ядром мы тоже напрямую, как правило, не работаем. Ни пользователи, ни администраторы. Хотя иногда вопрос встает. А мы работаем с чем? Мы работаем с оболочкой. И вопрос оболочки – это, опять же, возвращение либо к графике, графическому интерфейсу пользователя, либо к командной строке. В линуксе есть множество различных оболочек для работы в командной строке. Все когда-то давным-давно начиналось с оболочкой, которая называлась просто shell, sash. И эта оболочка древнючая, древнючая, она до сих пор осталась для обратной совместимости. Однако на базе этой оболочки было разработано огромное количество других оболочек. Например, очень популярная нынче оболочка, которая является стандартной во многих дистрибутивах, это оболочка под названием BASH. У нее очень интересная расшифровка. Она расшифровывается как born again shell, то есть перерожденный shell. То есть когда-то был старый shell, а потом старый shell переписали, и он как бы родился заново, получился BASH. Кстати, игра слов, потому что первоначальный shell был создан человеком по фамилии Born, а фамилия Born созвучна с словом рожденный. Born again shell, либо перерожденный shell, либо еще или снова shell born. У вас есть выбор, кроме BASH стандартного, есть множество других, но основы работы, они во всех оболочках примерно одинаковы, только различаются различным дополнительным функционалом, всякими финтифлюшками, удобствами и так далее. Когда вы работаете с командной строкой, вы вряд ли сидите перед сервером или перед устройством, прям за монитором, с клавиатурой. Обычно все сервера, они где-то там в серверной, в облаке, и вы подключаетесь к ним удаленно. Удаленно. С помощью популярных протоколов, например, протокол SSH, который расшифровывается как Secure shell, безопасная оболочка. С помощью протокола SSH можно с устройством под управлением Windows, Linux, MacOS подключиться удаленно к серверу и общаться с ним в режиме командной строки, перед ним физически не находясь. При этом связь будет безопасная, все будет шифровано, с проверкой целостности. А для того, чтобы воспользоваться протоколом SSH, используются так называемые программы эмуляции терминалов. Я говорю терминал. Терминал – это монитор и клавиатура. Раньше были так называемые мейнфреймы. Огромные-огромные шкафы вычислительные. И чтобы им управлять, вы садились за терминал. Терминалов, понятное дело, давным-давно нет. Они себя отжили. Но сама терминология осталась. И вот эти программы эмуляции терминалов, они как раз позволяют сделать вид, что вы за терминалом сидите. Как будто бы вы видите, что происходит на терминале и можете нажимать кнопки на клавиатуру. Примером простейшей программы эмуляции терминала является программа под названием PuTTY или PTY, кто как произносит. Это бесплатное программное обеспечение под Microsoft Windows. Это на самом деле далеко не единственная программа. Программ эмуляции терминала очень-очень много. Есть платные, бесплатные, с огромным функционалом. В разных операционных системах есть свои. Я почему привожу в пример PuTTY, потому что это очень маленькая, бесплатная, но в то же время функциональная программа под Microsoft Windows, где встроенного эмулятора терминала нет. Раньше когда-то был такой гипертерминал, но в Windows 7 его убрали, якобы за ненужностью. Так вот, вы открываете программу эмуляции терминала для того, чтобы подключиться к серверу. Выбираете протокол, и скорее всего это будет протокол SSH. Чуть выше записываете либо адрес вашего сервера, IP-адрес, IPv6-адрес, либо его доменное имя. И в итоге открывается страшная черная командная строка, в которой надо что-то вбивать. Ну, собственно, давайте-ка я ее и открою. Я развернул тестовый сервер, на котором я смогу вам все показывать. Я открываю программу эмуляции терминала, ту самую, PuTTY или PuTTY. Появляется окошко. Я выбираю подключение по протоколу SSH и ввожу адрес того тестового сервера, к которому хочу подключиться. 10.5.11.51. Ввели, нажимаю кнопочку Open, и если все успешно, увидим страшную черную командную строку. Ух ты, просит ввести имя пользователя и пароль. Здорово. Это я. Пустите меня, пожалуйста. Чтобы нам было не так страшно, я темноты боюсь, я специально сделал белый фон и черные буквы. В итоге, после подключения, после аутентификации, я ввел правильно имя пользователя и пароль, я попадаю в ту самую оболочку, в тот самый shell. И на этом сервере, точно так же, как и во многих других дистрибутивах Linux, по умолчанию используется оболочка под названием bar. Якобы я должен здесь писать какие-то команды, давать параметры, и если все хорошо, команда будет запущена, выполнена, и я буду радоваться жизни. Если я просто попрожимаю Enter, то я вижу, что на каждой строке дублируется некий текст. Этот текст, он здесь не просто так, он называется приглашение prompt, и в нем содержится основная информация, в общем-то, кто я и где я. Это все можно настроить. В старом shell под названием SH приглашение по умолчанию более скучное, вот оно не пишет и ни кто я, ни где я, а вот баш пишет. Вообще, с чего начинается всегда знакомство с командной строкой? Надо определиться, в общем, действительно, а кто я? Вот я сюда попал, а кто я? И самая простейшая команда, которую можно воспользоваться для выяснения, это команда под названием в хуэ май. Я ввожу команду, эта команда не требует каких-то параметров, я могу больше ничего не указывать, так как я все вроде синтаксически написал правильно, мне сразу выходит ответ, что я монахов PS. Здорово, хорошо. Обращу внимание, что Linux, как и в общем-то Unix, регистр зависим. Когда вы работаете в командной строке, имеет значение, в каком регистре вы вводите буквы. Если вы долго работали в Windows, то Windows вас избаловал, и для вас большие и маленькие буквы, это суть одной и той же. А вот Linux, он регистр зависимый, и если бы я команду не написал целиком маленькими буквами, вероятно, я бы увидел ошибку, что такой команды нет. В общем, помните, что большинство команд и параметров, они указываются в нижнем регистре, и если что-то пошло не так, обратите внимание, как вы символ написали, большой или маленький. Ради теста, я на самом деле до семинара не пробовал, что получится, ну, дайте в виду с большой буквы. Что вижу, мне отвечает оболочка bash, в UMI такая команда не найдена. Ну, вот она разница, да, UMI маленькими буквами, и UMI с большой. Маленькими отработал, а с большой нет. Так что будьте аккуратны. И в очередной раз мы убедились, что мы работаем не в пустом пространстве, а что есть оболочка, которая, собственно, обрабатывает ввод с клавиатуры, и как-то мне сигнализирует, что в системе происходит. Мы разобрались, кто я. Здорово. А где я? Как вы знаете, в любой операционной системе есть файловая структура, файлы, папки. Понятное дело, все это есть и в Linux. А меня интересует вопрос, а, собственно, где я? Для того, чтобы посмотреть, где я, есть замечательная команда под названием ПВД расшифровывается как Print Working Directory, напечатать текущую директорию, где я, собственно, нахожусь. И что я вижу? Я нахожусь в своей домашней папке, которая называется Home Monarch FPS. Ну, здорово. По ходу презентации вы заметите, что очень многие команды, они состоят из очень маленького числа букв. Вот, например, ПВД. Или чуть позже будет команда под названием LS. Есть команда из одной буквы. На самом деле, вот эти все команды с одной буквой, с двумя буквами, появление такой команды это чуть ли прям не огромное-огромное событие, прям целая эпоха. Эти команды появились очень-очень давно и они остались до сих пор, они не меняются. Но вот с каждой командой связана какая-то своя интересная история. Не знаю интересной истории с командой ПВД, но тем не менее, она тоже, наверное, знаковая, состоящая из трех символов. Я узнал, в какой папке я нахожусь, как в том старом анекдоте, ну, их эти подробности, скажите, а город-то какой, а где я, да, более конкретно. Чтобы посмотреть, как называется машина, за которой я сижу, название сервера, условно говоря, можно воспользоваться командой под названием host name. И это устройство называется term.acad.local. Если вы посмотрите на приглашение, то, в общем-то, все те вещи, которые я выводил на экран, они в приглашении содержатся. Значит, в приглашении все начинается с квадратной скобки, потом идет, собственно, имя пользователя, под которым я зашел в систему, дальше идет значок собачки. Значок собачки по-английски считается как add, то бишь, ну, где я, да, где нахожусь. Имя устройства, сокращенно терм, часть доменного имени. И вот этот значок тильда, это на самом деле текущая папка, где я нахожусь. Так принято, что домашняя папка пользователя обозначается значком тильды. Не пишется здесь дробь home, дробь монах фпс, а просто пишется тильда. Квадратная скобка закрывается, и дальше идет зачетчик доллара. Значок доллара символизирует, что я нахожусь в данный момент в непривилегированном режиме или в пользовательском режиме. Я, вероятно, не имею никаких прав администратора, и я не могу выполнять сейчас какую-то глубинную перенастройку. И вот этот доллар мне на это и указывает. Все те команды, которые я вводил, как вы заметили, они не требуют параметров. Но многие команды требуют после себя указания каких-то дополнительных вещей. Например, есть команда под названием ls, которая расшифровывается как лист. Очень ходовая команда, которая позволяет показать файлы и папки в текущей директории. В данном случае она покажет все, что есть в моей домашней папке. И вот все, что есть. Я дал команду без параметров, она просто показала все, что есть. Но с помощью дополнительных команд и параметров мы можем поменять поведение команды ls. И есть два вида параметров. Есть так называемые аргументы и опции. Допустим, я не хочу смотреть, что содержится в моей домашней папке. Я хотел бы посмотреть, что содержится вообще в корне системы. И в качестве аргумента я могу указать слэш показать содержимое корневой папки. Как видите, вывод поменялся. С помощью аргумента, а в данном случае аргументом выступает путь, я могу посмотреть, что у меня в другой папке, а не только в той, где я сейчас нахожусь. Также вы можете с помощью опций менять поведение команды. На самом деле у команд огромное количество опций. Тотни. Это так называемый Unix Way. Есть команда или программа, она умеет делать что-то одно, но умеет делать это очень-очень хорошо. Кучей различных способов. Команда LS, она тоже имеет, я думаю, сотню параметров. Не нужно, конечно, все эти параметры запоминать, во-первых, многие из них очень специфичные и вам никогда не потребуются. Все опции описаны в справке, а ходовые параметры вы просто запоминаете с опытом. Вы их постоянно используете, они у вас в голове оседают. Помнится, были такие книжки лет 10 назад, а может быть чуть побольше, например, там справочник по Linux. Смотришь книжку, а там просто документация команда и расписанные параметры. И книжка, то есть, ну и там страниц 600-700. И зачем? И кто будет это все учить? Это не нужно. Ни один человек никогда не будет пользоваться всеми командами и параметрами. Это все похоже на мозг. У нас есть прекраснейший мозг, но мы используем его только процентов на 5. Примерно так же и с командами и параметрами. Вы знаете только в своей работе, а все остальное можно подсмотреть в документации, когда потребуется. Допустим, я хочу, чтобы команда ls вывела мне все не кратко, а более подробно. И очень популярный параметр у команды ls это параметр l маленькая. У параметров опций точно так же регистор крайне важен. Здесь l должна быть маленькая. минус l маленькая. Чтобы различить опцию или параметр, мы должны поставить значок дефиса. Когда я указывал название папки, я никакой дефис перед ней не указывал, потому что это был аргумент, с чем надо работать. А опции, они меняют поведение команды, и их надо от всего другого отличать. Поэтому ввод опций начинается с значка минус. Минус и буковка. Большая или маленькая. Опции бывают короткими или длинными. Если опция состоит из одной буквы или из одного символа, это короткая опция. L маленькая короткий символ. И что я вижу? Выводится все та же моя домашняя папка, только уже несколько в другом виде. Мы видим все тот же список каких-то пайлов, папок, но появилась куча дополнительной информации. Причем здесь же я вижу и размер объектов. Размер объектов. но размер здесь как-то непонятно в каких единицах указан. Чтобы например по-человечески отображать размер часто не только в команде ls используется параметр h от слова human readable то есть читаемый человеком. Когда вы указываете опции можно указывать несколько опций как сейчас указал я через пробел ls пробел минус l пробел минус h две короткие опции. И посмотрите как поменяется вывод. Вместо размера в непонятных величинах я вижу это уже с префиксами. То, что без префиксов это в байтах, k это соответственно килобайты, m это мегабайты. когда вы указываете у команды несколько опций, то необязательно их писать через пробел. Если опции коротенькие как l или h, то их можно писать подряд. Например, минус l и сразу h. Так объединяются короткие опции. И результат будет точно такой же. Порядок опций в большинстве случаев не имеет значения. В большинстве случаев. И я думаю, если я веду минус h l или минус l h, суть не поменяется. Кроме коротких опций, которые можно так объединять подряд двумя символами, два символа, три символа, да хоть десять символов, есть так называемые опции длинные. Длинные опции это прям слова. Например, я хочу показать все содержимое папки. По умолчанию ls мне выводит только не скрытые вещи, но есть и скрытые. И чтобы посмотреть все, я могу воспользоваться либо коротким параметром минус а. Давайте посмотрим. немножко изменился вид. Команда ls показывает мне список, но параметр минус а, опция минус а, позволяет мне видеть скрытые вещи. Скрытые файлы и папки. Скрытые файлы или папки в линукс и в линукс подобных операционных системах они начинаются просто с точки. То есть это не какой-то атрибут как в Windows скрытый или системный, а просто название начинается с точки. Тоже с того же самого эффекта я мог бы добиться, если бы набрал параметр длинный. Длинные параметры пишутся вот подобным образом. Чтобы показать, что это не опция a, опция l и опция l, а что это единое слово all, все, я начинаю опцию с двух дефисов. Длинные опции всегда пишутся через два дефиса, их нельзя объединять как короткие, они всегда будут писаться раздельно. В одной строке можно применять и то, и то, но тогда вы должны четко эти вещи разделить. Например, я хочу показать подробную информацию и при этом показать все. Минус, минус, all. Сработало? Сработало. Вид подробный, и все видно, в том числе скрытые файлы и папки. А если я сюда, например, добавлю еще параметр h, чтобы показать вид, показать единицы измерения, можно вот так. Объединил две короткие опции, а длинную оставил особнячком. ls минус lh, пробел минус, минус all. Вижу все, скрытые файлы и папки и размерность. Еще раз повторюсь, не обязательно запоминать все эти команды и параметры. То, что вы будете использовать в практике, оно будет запоминаться потихоньку-потихоньку, как с любой вещью в жизни. Команда ls очень распространенная, и те параметры, которые показал вам я, они тоже очень распространенные, и вы запомните наверняка очень быстро. Но у команды ls есть сотня других опций. Все, что я ввожу в командной строке, shell сохраняет в историю команд. Если я хочу не писать еще раз ls минус lh пробел минус минус all, то я могу, например, воспользоваться просто на клавиатуре стрелочкой вверх, и будет выведена та команда, которую я вводил до этого. Если я еще раз нажму кнопку вверх, я уйду еще выше. Каждое нажатие к стрелочке вверх на клавиатуре ведет меня вглубь истории, прям как машина времени. И в итоге я дошел до самой первой команды хуэмайз, которая начала. Если вы ушли очень далеко, можно воспользоваться на клавиатуре стрелочкой вниз и переместиться поближе к настоящему времени. Также не просто путешествовать стрелочкой, а посмотреть, какие команды вы вводили, можно с помощью приятнейшей команды под названием History История. Команда History покажет вам, какие команды вы вводили. Я начал с хуэмайз и закончил History. Очень полезно. Еще одна полезная вещь при работе с командной строкой это так называемое автодополнение. Вы не знаете, что ввести или примерно помните, как команда звучит, но не уверены в правильном написании. Если вы введете часть команды и нажмете на клавиатуре кнопочку Tab, если один раз ничего не произошло, надо нажать два раза. Я ввел W, нажал два раза Tab, и оболочка мне вывела подсказку, какие команды начинаются на букву W. Как видите, этих команд не так, чтобы много, но и не мало. Если я введу еще H и нажму два раза Tab, мне будут показаны только те команды, которые начинаются с W H. Если я введу соответственно еще букву, то, что начинается с WHO, а вот если я введу WHO A и нажму Tab, подсказки нет, но обратите внимание, команда была дополнена и сразу был поставлен пробел. Если вы ввели последовательный символов, которые можно развернуть только в одну команду, команда будет дописана. Это называется автодополнение, автокомплишн. И это значительно сокращает время работы с командной строкой. Ввели часть команды или параметры, вместо того, чтобы писать остаток, нажали Tab, вот, пожалуйста, хуя май. Tab, это, если кто-то не знает, такая кнопочка с левой части клавиатуры, вот, и обычно, если вы печатаете вслепую, ее нажимают мизинцем левой руки, если увидите человека, у которого мускулистый мизинец левой руки, наверное, этот человек очень часто пользуется автодополнением и работает командной строкой. Подытожим, что же мы с вами посмотрели. Мы с вами посмотрели, узнали, что есть ядро, что есть различные оболочки, есть старая оболочка под названием shell или sh, ее более продвинутый вариант под названием bash, который во многих дистрибутивах Linux используется по умолчанию. Мы увидели, что в командной строке на каждой строчке выводится некий текст, который называется приглашение, в котором содержится, например, в баше по умолчанию кто вы, в какой вы папке и как называется устройство. Мы немножко поговорили о командах, командах без параметров типа who am i, pvd, о команде с параметрами, команда ls. Мы узнали об аргументах и опциях. Опции это то, что меняет поведение команды. Например, мы узнали об опции минус l, минус h, минус a, опции бывают короткие и длинные, короткие из одной буквы, длинные целое слово, короткие опции начинают со значка минус, длинные с двух минусов, с двух дефисов. И короткие опции можно объединять в одно целое. Узнали об аргументах, это как бы такой параметр, обозначающий с чем конкретно мы будем работать. Например, в команде ls мы могли указать название папки, в которой мы хотим что-то посмотреть. Мы узнали об истории команд стрелочки вверх, стрелочки вниз и команде history и узнали о прекрасной функции автодополнения по клавише tab. Если вводите часть названия команды, нажимаете два раза tab и видите, какие команды с этой последовательности начинаются. А если ввели и введенную вам последовательность можно дополнить только одним словом, развернется только в одну конкретную команду, команда будет дописана. Мы затронули только самое-самое начало. В командной строке есть переменные, как в языках программирования. Команды различаются по типам. Есть внутренние команды, это команды самой оболочки, самого, так сказать, shell'а или bash'а, они встроены туда. Есть внешние команды, которые представляют себя отдельные исполняемые файвы. Есть так называемые псевдонимы, альясы, когда вы можете обозвать команду так, как вам нравится. Кстати, возвращаясь чуть раньше, обратите внимание, я здесь проводил слайд, есть команда who am i, но нет команды where am i. А как я получил результат? Где-то я добавил настройки альясов псевдонимов, и вместо того, чтобы вводить команду pvd, я могу ввести команду where am i, и, например, мне так удобней. Хотя кто-то скажет, тут символов больше, тут печатать надо больше. Также, кроме внутренних, внешних команд и псевдонимов, есть функции, и тоже это чем-то похоже на программирование, и надо особое внимание уделять разного рода кавычкам, потому что некоторые символы, которые вы вводите, они могут быть восприняты shell'ом, как для него самого. И shell, их съезд, и вывод у вас получится немножко не тот, который вы хотели. Подробнее, подробнее обо всем, что я рассказывал вообще о Linux, о его истории, об основах работы, о работе с файловой системой и прочим-прочим, всегда можно познакомиться на курсах, и раз уж мы затронули эту тему, есть замечательный курс, который называется «Основы Linux 2.0» в рамках программы сетевой академии ЦИСКО. Это прекраснейший курс для тех, кто только-только начинает работать с Linux. 24 академических часа с преподавателем и 12 часов самостоятельного обучения. Материал весь в электронном виде на сайте сетевой академии ЦИСКО. Встроенные лабораторные работы, то есть вам не нужно даже разворачивать ничего на своей собственной станции. Доступ к тестовым машинам с Linux доступен прямо через браузер. Проверочные и контрольные работы по модулям. Курс является сертифицированным сертифицированным от компании LPI. Что такое LPI? LPI это якобы некоммерческая организация, которая занимается продвижением Linux в мире. Linux Professional Institute. LPI разрабатывает программы обучения по Linux и занимает сертификацией специалистов по Linux. И вот этот курс он как раз соотносится с сертификацией LPI, которая называется LPI Linux Essentials. И курс готовит к вас к сдаче экзамена одноименным за номером 010 160. Кому рекомендуется? Конечно же будущим системным администратором Linux, разработчиком ПО, потому что многим разработчикам приходится в Linux работать и основы им точно не помешают. И сетевым инженерам типа меня, которым требуется автоматизация. Что есть? Курс состоит из 18 модулей, начиная со знакомства, работ в командной строке, получения справки, навигация в файловой системе, управление файлами папками, архивация и компрессия, работа с текстом, написание базовых скриптов, работа с аппаратной частью, жесткими дисками, с сетью, основы безопасности создания пользователей, групп, права на папки и файлы. Об особых файлах и папках рассказывается в модуле 18 и завершается все большой итоговой практической лабораторной работой, где все изученное будет подытожено, ну и заодно развернутся некоторые дополнительные вещи. Курс проводится по выходным, ближайшие даты начала с 20 марта по субботам, по вечерам с 18 до 21. Полное расписание всегда можно посмотреть на сайте специалист.ру ссылочку видите на экране. Ну а теперь собственно сессия вопросов и ответов и я видел тут некоторые вопросы в чате, которые уже написали. Так, вот сейчас одну секунду. Тут нас поздравляли с 30-летием, спасибо про дистрибутив. Вопрос Евгения про два дефиса я думаю я осветил, двумя дефисами обозначается длинная опция. Некто под ником Решетин написал про знание английского языка. Содержимое курса, ну тот материал, который представлен на сайте сетевой академии, он конечно на английском языке. Да, но тут надо понимать, что английский это язык IT. И как бы вы не хотели, вам придется его изучать. Другое дело, что не нужно быть семи пядей валгу, ведь это обычная техническая документация, это не Шекспир 16 века. Ну а вообще-то вы занимаетесь 24 часа с преподавателем, я там рассказываю по-русски, общаюсь с вами по-русски, отвечаю на вопросы по-русски, так что даже если знания английского языка не очень большие, во-первых, вы не останетесь без знаний, а во-вторых, это хороший шанс начать свой английский прокачивать, потому что он в любом случае пригодится. Вопрос от некого вертекса, как проще разобраться в Linux Debian? очень абстрактный вопрос, знаете, я могу и 100 часов вам рассказывать, как проще разобраться. Наверное, стоит начать с официального сайта, где наверняка могут быть выложены простейшие ответы, вопросы и так называемый Quick Start Guide, хотя в любом случае наверное потом придется лезть в документацию. вот вопрос вот от Сергея автодополнение команд, автодополнение команд это не свойство дистрибутива, Сергей, это свойство Shell, это функционал оболочки Basha, а Basha или любая другая оболочка это стандартная вещь, которая должна быть и по-моему во всех распространенных Shell есть автодополнение, в некоторых даже не только автодополнение команд, но и автодополнение опций возможно, это не свойство дистрибутива. Так, что еще я тут мог пропустить? Давайте посмотрим. Актуален LeakyGwin на сегодняшний день. Вы имеете ввиду как бы среду под Windows? А зачем? Может быть актуален, может быть кто-то использует. А зачем, когда вы можете знакомиться с консолью непосредственно в Linux? Вот. не составит большого труда запустить, создать и запустить виртуальную машину, а не устанавливать Linux как полноценную OS. Для этого требуются минимальные системные требования. Так что я считаю вопрос какой-то там эмуляции с кегвином это ни к чему. Берем какой-нибудь популярный гипервизор, например, бесплатный Oracle VirtualBox. Напишу вам в чат. Скачиваете, устанавливаете, скачиваете дистрибутив Linux и прям устанавливаете как виртуальную машину, включаете когда нужно и работаете когда нужно. Не нужно при этом заменять Windows или MacOS. Зачем? Hyper-V действительно Windows 10. Не во всех по-моему редакциях. Есть встроенный гипервизор Microsoft Hyper-V. Хотя тот же Oracle никто не отменяет. Про суду. Значит вопрос от Александра про суду. Александр, когда я в командной строке показывал вам команды и параметры, я вот сказал, что вот этот значок обозначает какие у меня права. И значок доллара вероятнее всего символизирует то, что у меня нет администраторских прав. И если я попробую сделать что-то что требует администраторских привилегий, у меня не получится. Увы. Вот. И например, если я захочу посмотреть дайте я посмотрю, что у нас тут есть. Ну вот. Сейчас я чего-нибудь такое найду, что мне точно нельзя будет сделать. Ну вот смотрите, есть вот пайл, в котором содержатся пароли, который называется shadow. И у меня, как у обычного пользователя, на него прав нету. И если я попробую смотреть его содержимое, я увижу ошибку, видите, permission deny. Чтобы соответственно мне выполнять какие-то административные вещи, мне надо либо зайти как супер пользователь, пользователь под названием root, либо если у меня все-таки как у моего пользователя монахов ps есть администраторские права, чтобы я не перезаходил как root, я могу дать команду суду и попробовать посмотреть содержимое файла или выполнить какую-то команду. суду это возможность на время выполнения команды получить административные приорегии. Если вкратце, то вот так. Но не факт, что они у меня есть. Хочу стать DevOps, он записался на курс CNN, на что дальше обратить внимание? Вот на Linux вам стопудово надо обратить внимание. DevOps без знания Linux это не DevOps. А вот что еще, я думаю, там походу потихоньку выяснится. Я думаю, вам помимо Linux потребуются еще какие-нибудь навыки программирования. Очень частый язык программирования сейчас это, конечно же, Python. не очень-очень глубоко, не надо быть супер программистом, но основы языка надо знать, чтобы писать простейшие скрипты для автоматизации. Основы Linux, основы Python там походу дополнится. вот. Что, 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 что еще тут? Это ответил, это ответил, авто, это ответил. Так, смотрите, разница между суду и су, она следующая. Есть, да, команда под названием суду, и есть команда под названием су. Суду расшифровывается как супер юзер. Но когда вы даете команду су, вам надо знать пароль от пользователя root. А представьте, у вас сервер, на нем куча учетных записей, но все сидят под личной учетной записью, и вы не сможете выполнить команду су, потому что вы не знаете пароля администратора. На этот случай более выгодным вариантом является команда под названием суду. Суперадминистратор выдает пользователям права на выполнение каких-то административных действий, и когда вам нужно выполнить это административное действие, вы вводите команду суду, а дальше собственно то, что вы хотите сделать. И команда суду запросит пароль не рута, а ваш. Вот если я сейчас введу например СУЗа, хочу стать суперпользователем, то у меня будет запрошен пароль рута, а я допустим могу его и не знать. Мне не дали таких знаний. Это потенциально опасно. А вот если я буду вводить СУДУ, то тогда будет запрашиваться мой пароль, чтобы подтвердить, что я понимаю, что делаю. Такой дополнительный этап проверки. СУ это стать суперпользователем, суперюзер, а СУДУ это выполнить что-то с правами суперпользователя. Не стать, а выполнить и обратно вернуться. Так, что посоветуете безопасникам? Будущим безопасникам, Сергей? Ну, я думаю, смотря какой безопасник, да, смотря чем этот безопасник будет заниматься. Я думаю, любому безопаснику нужны основы популярных операционных систем, основы Linux, основы Windows. Потребуется любому безопаснику основы сетей, потому что большая часть атак, она все-таки происходит с помощью сетей. Основы Linux, основы Windows, основы сетей. Дальше надо смотреть. Я думаю, по ходу обучения преподаватели смогут вас дальше направить. Посоветуйте, кстати, по поводу безопасности и будущего безопасника. Через, по-моему, почти неделю или около недели, давайте я проверю, я буду устраивать семинар 27-го числа, 27-го числа, это будет субботу в 14.00, будет как раз мой семинар, посвященный информационной безопасности, совсем-совсем для новичков. Информационная безопасность, кибербезопасность, безопасность, цифровая гигиена, что это, в чем разница, посмотреть, на сайте специалист тоже есть, запись открыта, там тоже эти темы затронуты. Так, посоветуйте дистрибутив Linux, на котором лучше учиться. Есть такое мнение, какой дистрибутив Linux выбрать, а тот, который стоит у твоего друга-админа. для чего? А для того, чтобы рядом с тобой был тот, кто тебя всегда может подсказать. На самом деле все популярные дистрибутивы, так как в них набор базовых команд одинаков подойдут. Это может быть и CentOS, и Ubuntu, и так далее. Я не могу определиться, что будет лучше, потому что начало, оно везде одинаково. Да хоть Slackware, пожалуйста. Вот то, что я вам показывал, я показывал на основе дистрибутива под названием CentOS, который, надо сказать, довольно сильно распространен. Я точно знаю, что это CentOS. Так, что тут еще? Что тут еще? Что нужно знать, чтобы зарабатывать от стака? Я думаю, тут вопрос такой, вы просто не думайте о деньгах, а когда придет время, они сами к вам придут. Если вы того заслуживаете, они сами к вам придут. Серьезно. Вот когда ты думаешь, думаешь, думаешь об этом, оно не приходит. Но когда ты просто занимаешься делом любимым, работаешь, оно становится и дел, и работой, и хобби, потом все как-то само собой получается. Ну, это мое мнение. А если на этом зацикливаться, то они дольше не придут. Что ж, основные вопросы я, по-моему, да, да, не зацикливайтесь. Если вы, вот смотрите, я занимаюсь сетями. Я, это может за пределы семинара пошли, но ладно. Я занимаюсь сетями. Я занимаюсь сетями очень много лет. И у меня несколько работ. Ну, конкретно три. Три. Я в будни работаю на предприятии, в выходные по вечерам преподаю специалисты, и еще есть там проекты сторонние. Я работаю с утра дома. Но для меня это не напряжено. Почему? Потому что я эту работу люблю, она мне нравится, и я готов этим заниматься с утра до ночи. Это и работа, и хобби, и удовольствие. А после этого приходит и то, о чем вы там в чате пишете. Александр, к вашему вопросу возвращаясь, не имеет смысла ставить никакой кигвин. Вы ставите систему, программу для виртуализации и устанавливаете туда полноценный дистрибутив линукса. Все. Зачем заниматься эмуляцией, когда можно получить прекраснейшее решение и очень просто. И, например, мы уже поговорили с вами, что в операционной системе Windows 10 есть встроенный гипервизор, только не во всех редакциях под названием Hyper-V, Microsoft Hyper-V. И вам будет очень несложно его освоить. Либо есть бесплатное программное обеспечение, к примеру, Oracle, VirtualBox. Не нужно ничего сносить на машине, а вы устанавливаете это как программку и пользуетесь. Когда нужно включаете, когда нужно выключаете. Прошло то время, когда надо было Linux ставить как вторую операционную систему, чтобы тренироваться и между ними прыгать. Это время ушло уже давным-давно. Не обязательно. Для базы Сергея оперативная память особо-то ни к чему. Гигабайта для начала, для базовой работы вполне себе хватит. Это уж потом, если вы там серверами какими-то захотите тренироваться, там да, но для основы столько не нужно. Вот ту виртуальную машину, на которой показывал я, у нее всего один гигабайт и даже может быть и поменьше. Что ж, основные вопросы разобрали. Если у вас будут какие-то отзывы, пожелания, предложения, захотите поболтать со мной. Все мои контакты можно найти на сайте monachps.ru. Если понравился семинар, хотите продолжения, можно отправить просьбу на infosobak.ru. Как всегда, по традиции доброй, я, раз у меня есть слово, когда стараюсь кого-нибудь в конце благодарить, и на этом семинаре я бы хотел поблагодарить моего коллегу Вячеслава Лохтурова, Вячеслав повторно пробудил мой интерес к открытому программному обеспечению повторно, потому что я на первой работе занимался линуксом и бсд, но не очень сильно, а вот в центре специалистов Вячеслав пробудил мой интерес повторно, пробудил повторно, и за это Вячеславу спасибо. Вячеслав, если ты нас слушаешь, спасибо, конечно, я тебя увижу и так руку пожму, ну вот, спасибо. Если вы подключались до начала вебинара, вы видели, что у нас есть, у вас есть возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию, вот, можно запомнить форму отсканировав вот это черно-белый QR-код, заполнить форму, применить промокод иду вперед и получить то, какие нужны вам навыки, знания для карьерного продвижения, построения профессиональных, получения профессиональных компетенций, вот, и так далее. То есть, кто интересовался будущими курсами, возможно, вам это пригодится. Спасибо всем еще раз. Я постарался сделать этот семинар для новичков хоть чуточку интересней. Надеюсь, он был не настолько скучный, как просто показ команды параметров. Приходите в центр специалист, будем рады. Телефон и сайт вы видите на экране. Спасибо еще раз. Следите за семинарами. Я думаю, еще не раз сможем с вами увидеться. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. .